Хваленый биткоин летит вниз. Еще в декабре считалось, что это и другие криптовалюты будут только расти. Биткоин к концу прошлого года и вправду взлетел, аж до 20 тысяч долларов, но теперь вот подешевел почти в 4 раза. Скептики ликуют, мол, говорили же, что вся эта шумиха вокруг модных криптовалют ненадолго и еще разочарует тех, кто поспешил вложить в них деньги. Но и традиционные рынки в этом году не радуют инвесторов. На американской бирже рекорды падения. Давно такого не было. Даже во время финансового кризиса 2008 года индексы не опускались так резко. Более чем на тысячу пунктов за день. Ну а вслед за американской биржей вниз поползли и другие рынки. Эксперты уже поговаривают о том, что все это не просто какое-то временное явление, а предвестник нового глобального кризиса. Кто уже потерял сотни миллиардов долларов и чем на самом деле все это может закончиться, выяснял Дмитрий Анопченко. Богатые тоже плачут. Это как раз и о нынешней ситуации. Биржа словно русская рулетка. Никто толком не знает, какой выстрел следующий. Холостой или смертельный. Американские СМИ выходят заголовками. Мол на торгах опять обвал 500 богатейших людей планеты. Каждый день становится беднее. Рейтинг агентства Блумберг как сводка с полей финансовых сражений. Одни потери. В этом списке только миллиардеры. Громкие имена, знаменитые фамилии. Кто два, кто три, кто четыре миллиарда долларов. Только за несколько дней потерял. В перечне лузеров и Цукерберг, и Билл Гейтс. Российский бизнес всего за несколько дней четыре с половиной миллиарда долларов потерял. Убытки украинцев исчисляются десятками миллионов. В общем, есть от чего запаниковать. И теперь к бегущей строке внизу экрана с курсом акций и котировками валют люди стали внимательнее присматриваться. Пусть даже не особо и разбираясь в экономике. Все беспокоены. И в итоге финансовые новости на первое место вышли. В чем причина происходящего? Пытаются сейчас объяснить стили экранов аналитики и экономисты. Используют мудреные слова и сложные термины. Каждый сам по себе звучит вроде убедительно. Но точного ответа нет ни у кого. Только версии выдвигают. Кто о перегреве рынка, кто о компьютерном сбое. Одни кричат, нужно делать что-то срочно. Другие успокоятся, призывают. Ажиотаж грандиозный. Но мало кто вспоминает, что фунтовый рынок. Это ведь не экономика в целом. На лекциях в американских вузах часто приводят классический пример резкого спада в 1987. Рынок тогда рушился просто на глазах. Но когда со временем разобрались в причинах, то выяснили. Причина-то по сути одна. Паника. Люди бросались продавать все лишь потому, что так все делали. Стоило всем успокоиться. И за этим падением последовал рост. Такой же точки зрения и в Белом доме придерживаются. Там уверены. Экономика страны по-прежнему сильна. А обвал бирж вовсе не говорит о кризисе. Мол, уровень безработицы низкий, занятости высокие, зарплаты растут, корпорации показывают рекордные прибыли. Все это признаки сильной экономики, что бы ни происходило на рынках. Но там ведь и еще один фактор нестабильности есть. Самая популярная в мире криптовалюта – биткоин, которому многие пророчили, что он чуть ли не доллар заменит, обвалилась. Инвесторам стоит быть готовыми к тому, что его стоимость, как и других криптовалют, упадет вообще до нуля. Да, это официальный прогноз одного из крупнейших американских банков – Goldman Sachs. Своих VIP-клиентов банкиры предостерегли от возможных проблем, а всем остальным просто запретили использовать кредитные карточки для покупки биткоинов. Но даже несмотря на это, выводы о начале нового мирового кризиса делать преждевременно, сказали прессе в вашингтонских штаб-квартирах мировых финансовых организаций. Там считают, что нынешний спад хоть и не закончится в один день, но и не затянется, какие бы новые громкие заголовки не выдумывала пресса. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.